Здравствуйте, меня зовут Анжелика Лобецкая, я студент 2-го курса Томского экономического и юридического института. Ну почему так важна художественная литература? Потому что независимо от того, какую ты выбрал профессию, и где ты по ней будешь работать, какую устраивать карьеру, какая у тебя будет в дальнейшем сфера деятельности, самореализация, потому что где бы ты ни учился, все равно приходится, конечно, в процессе учебы читать книги. Чтобы стать квалифицированным специалистом, нужно прочесть очень много трудов, касаемо сферы своей деятельности, абсолютно любой, даже программирование. Конечно, не обходится и без литературы специальной, научной, предназначенной для изучения. Всех этих книг мы начали говорить о Достоевском, одного из самых моих любимых писателей, которого до сих пор активно, кстати говоря, читают, их покупают. И вернемся же к «Идиот», одному из самому неоднозначному и противоречивому, сложному и фундаментальному роману Достоевского, который также входит в великое пятикнижение, как и «Преступление, наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Подросток». Читаешь Достоевского с каждой страницы, с каждой его книги, его гений как будто возрастает. То, как он раскрывает мир, человеческие пороки, судьбы, страсти, грани личности. Тем более, что религия в его сюжетах тоже имеет первостепенное и центральное значение практически в каждом произведении. Несмотря на то, что мир сейчас достаточно прогрессивный и атеистический, но, тем не менее, эти произведения становятся только еще более актуальными или даже пророческими. И особенно идиотом. Роман, я бы сказала, о двух природах, разных природах человека, которые воплощают главные герои. Или, как некоторые исследователи творчества Достоевского, называют этот роман «Дон Кихот в современности». Но это не совсем так, потому что сам Достоевский обозначил задачи и идеи этого романа следующим образом. Создать положительно прекрасного человека, ну, а положительно прекрасным человеком был для него только Христос. Поэтому это Христос в человеческом обличии и в современном обществе середины XIX века. То есть князь Мышкин, который приезжает в Россию из-за границы, и начинается, собственно, его великая миссия, которая заканчивается трагедией. И именно об этом, собственно, и роман. Но каждый познает этот роман в мере, конечно, своих возможностей и своего восприятия. И каждый подчеркнет оттуда то, что, собственно, он захочет, и то, что ему покажется наиболее интересным, расширяя тем самым свой кругозор. Христос слишком многогранен, чтобы под какой-либо формат или под какие-либо рамки подойти. Но главное – это начать читать. В заключение я скажу, что каждый должен найти подходящую книгу для себя, и тогда для него откроется прекрасный и незабываемый мир литературы, творчества, поэзии и искусства. Субтитры создавал DimaTorzok